Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдуард Петер и мы продолжаем изучение чудесной программы Крита Сегодня наконец мы добрались с вами до кистей Это очень интересный отрезок для меня в первую очередь Поэтому давайте мы перейдем вот в этой вкладке на BigPaint 2 У нас изменилось теперь немножечко Интерфейс изменился и он теперь рассчитан больше на работу чисто с кистями Давайте посмотрим что произойдет если мы нажмем правую кнопку мыши А произойдет следующее, не очень удобная вещь, когда мы можем сразу браться за те кисти которые здесь есть Так, тут у нас белый, да? Ну давайте вот красный поставим Другую кисточку возьмем Сразу можем рисовать и тут же хватать другую кисточку вот так рисовать, да? То есть карандашик и так далее, менять цвета Но не в этом дело Дело в том, что надо нам научиться настраивать этот круг Как я понимаю, мы можем тут сказать наверное мои фавориты, а их нет Значит их надо будет создать То есть вот в этом окошке можно дигитальное, да? Можно стерочки взять Запустим различные Так, что еще есть? Это, как я понимаю, штампы Так Это различные тут тоже кисточки и лайнеры Paint Ну тут настоящие кисти уже пошли, очень интересно Пиксель арт, ну пока это мы оставим игрушку Скетчи, скетчи отлично тоже здесь Хороший набор скетчевских Текстуры И как я сказал, мои фавориты, ну их надо создавать Так Так, таб нажимаем Вернулись Это как-то так раз Только холст О, понятно, да? Вернулись Здесь нажимаем, получаем холст Нажимаем так Вернулись назад Отлично Я понимаю, что это зеркало Так Это увеличивает, уменьшает холст Отлично Так, это Вот настройка кистей Мы, допустим, взяли штамп О, как классно Ну, нам надо сейчас настроить своих фаворитов Дегитарь Да Вот Прямо хочется начать уже что-то рисовать Ну, мы с вами пойдем в фавориты И создадим метку Наверное, надо создать Миниатюры или подробности Так Понятно Миниатюры подробности Можем так же Сказать, что размер Значков Какой будет Маленький Или большой Отлично Показать все Или только отдельное Да? Тот же Мои фавориты Но у нас еще нет фаворитов Поэтому Поэтому пока остановимся на всех Хорошо Метка это не что иное Как тег Я думаю Чтобы его создать Достаточно, наверное, написать здесь Я, допустим, напишу Brush Brush Вот так Так Интересно создался Он или нет Не вижу Чтобы он создался Ладно Посмотрим Сейчас еще Где-то какая-то опция должна быть Чтобы это дело сохранить Я считаю Так Ну посмотрим Так Вот в чем дело, ребята Вы написали с вами MyBrush MyKist И тут можно переименовать ее Удалить эту метку Установить И так далее Но Оказывается Надо просто нажать на Появилась Вот Новая метка Ваш И теперь Из, к примеру Pixel А Нам не надо Ну Возьмем скетчи Целку Баешь К примеру По-немец Беру Нажимаю правую кнопку Добавить метку Куда Вот Это попало сюда Теперь Возьмем Вот этот Карандаш Добавить метку Тоже Вот это Вот такой Допустим Ну просто Для примера Сейчас мы попробуем Это все То есть мы все Добавили Теперь мы кликаем Правой кнопкой Мыше Идем сюда И говорим Мои Мои кисти Да Вот они Они ребят А Мы с вами Это дело Сделали Прекрасно Вот это Мне Очень нравится Вот эта штука Потому что Не надо Лазить по всем Выбираешь себе Какие тебе нравятся Кисточки И молюсь Сколько хочешь Да Прекрасно Чуп Да Глянем Все С этой задачей Мы справились Или мы говорим Что вот Дегитальные Или там Paint Вот тут можно Paint Вот Интересно В космосе Можно рисовать Эти звездочки Если космические Это да Настраивается Наверное Она тоже умеет Ну-ка Да Вот размер Текстура Непрозрачность Вот Прекрасно Меня Радует Такое быстрое решение То что в фотошопе Надо их создавать Не видят Скачивать Здесь они Есть Хорошо Так Я думаю Что если Мы будем Выбирать Здесь Еще То она Будет добавляться Ну-ка Сейчас проверим Так Не добавляйся Автоматом Жаль Ну вы видите Что Что должно Надо посмотреть А вот здесь Мы правой кнопкой мыши Делаем то же самое Что допустим Вот здесь Прозрачность Непрозрачность Размер Кисти Потому что Еще Ложим Если у вас Таблеточка Так Потом Здесь Можем Параметры инструментов Еще Посмотреть Снэйп Снэйп То есть Снэйп Это в общем-то Такая штука Которая Привязывает Кисточку Замедляется При этом С ней Работа Но она Начинает Более точно Работать Идти за планшетом И так далее Ну мы К этому Придем Когда уже Будем Рисовать Пока Мы просто Ознакомливаемся С этими Делами А ну вот Нашел То есть Можно Вот так Сразу Добавить Нитку Мою И на глазах Будет появляться Это все Что нам нужно Добавить И мы видим Сразу Как они Добавляются Все эти Наши Карандашики И так далее Это очень Интересно Можно Добавить Десять Штук Да Что еще Ну вот Прекрасно Десять Штук Свет Выбираем Сразу Здесь Какой Нам Можем И можем Рисовать Странный Какой Рисуночек Получается Да Ну Чего К этому Привыкем Рисовать У нас Еще Все Впереди Так 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 И еще Одна Интересная Опция Которая На мой Взгляд Нам Еще Рановато Это Мы Называем F5 И получаем Дополнительное Видите Давление Наклон Рассеяние Мягкость И так далее То есть Это уже Чистая Такая Профессиональная Настройка Вот Можно Выбирать Какие Хотите И их Здесь Сразу Можно Смотреть Как Оно Действует Угол Рисования Вот Это Уже Как Б Кончик Кисти Да Вот Может Быть Вот Так Сбросить Можно Так Какие Теористики Здесь Сердечки Будет Делать Отлично Ну Я вам Скажу Так Что Это Очень Интересная Вещь Да Но Я бы Повременил С этим Потому Что Как Б Настройки Надо Идти Тогда Кистей Когда Вы Уже Исчерпали Запас Стандартных Настроек Да Тогда Можно Пойти И так Далее Но Помните Что F5 Будет Вам В этом Пламе Помогать Допустим Я думаю Травку Можно Какую Сделать Да Прекрасно Травочку Можно Делать Или Волосики Что Хотите Тут Очень Интересно Очень Привлекательная Штука Для Меня Да И Тем Более Тут Сразу Можно Цвет Менять Посмотреть Как Это Все Будет Честно Говорю У меня Руки Чушутся Ребята Что Нибудь Такое Опробовать Красивое Вот Но Я Не Буду Торопиться Я Буду Это Делать Вместе С Вами Да Очень 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 Прелесть Поймите Душу Художника Он Видит Перед собой Разные Варианты И Они Его Возбуждают Так Хорошо Ребята Ф5 Назад Можем Тут Я Не знаю Если Возможно Сразу Очистить Весь Слой Вряд Ли Ну Посмотрим Возьмем Мы Наверное Сейчас Посмотрим Как Будет Действовать Ребята Вот Этот И Сотрем Да Растирает Все Вместе Со Слоем Я На Первом Слое Работал Что Не Надо Вообще То Конечно Ну Что Ж Дорогие Друзья На Этом Наше Короткое Ознакомление Закончено Я Думаю В Следующем Мы Уже Сможем Попробовать Что То И Порисовать До Следующего Рада Пока